на какого дебилизма дошли мы до какого дебилизма ведь это не шутки так поехали ну-ка посмотрим сегодня конечно много много расписались готовитесь целый час беседовать сами виноваты так вопроса много выписала сволочную вишну узнала что она самобесплодная значит надо еще что-то нет лучше садитесь дело в том что как сказать у меня однажды случилось такое одна вишня волочная и одна и только в этом году ее спилили а посажено было самое первое значит 38 лет считается 20 лет они не деградируют а потом уже конечно болезни все я не было у меня других она заплодоносила и мне повезло она была очень вкусная ягода а витаминоз а я пульсина риска я не ел я выжрал вот так смотрите полную рот рожевую часть пропадал прямо в этом подскакивала гортань вот или как называется пищевод вот остальное выплевывал на следующий год у меня все там вокруг было быть оболочная вишня столько всхода было потому что я выплюнул вот это первое что я запомнил и в этот момент рядом не было примерно 100 метров ни одной вещи не было вот я специально не сдавался вопросом почему я не молочусь зачем ни одна одна была тогда когда я работал на заводе вот к новой забыл потом уже еще несколько посадил но уже до этого знал что та самоплодная и только в этом году я с ней расстался ну в общем ну куда уже она бедная несчастная смотреть было страшно ладно ответил на вопрос дело в том что наверное есть официальные данные тут сама бесплодная самоплодная но при этом я говорю вы писали вы пишете волочную вишню ну вы же не могли одну выписать наверное две-три вот их надо садить две-три лучше пять они занимают площадь небольшую их можно садить через полтора-два метра это уж потом когда друг друга начнут теснить там уже подумать о том надо ли часть выбирать ну и что вот что не такая дорогая волочная вишня поспевает самой первой вместе с жимолостью она вкуснее жимолости это чудо если просто вишня а еще не столько кислоты что съешь десяток от того что у тебя от зимы авитаминоз и все а волочную ты не ешь волочную жрешь 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 елена Александровна однажды савинич однажды вас я же не все показал полвебинара я не успел люблю поговорить вот так вот вспомните вас первый раз как привез знакомить вы с ним раньше познакомились Александр Петрович вот я считаю одним из самых художественных садоводов в Сибири если он по ночам караулит караулил работал сторожем военкомата это значит так его ценит наука а потенциал невероятнейший также как у Железова Сергея просто мы живем в такое время это как этим самым микроскопом помните сравнение образа это как это тоже самое что микроскопом забивать гвозди вот так и здесь вот этими людьми уникальными в данном случае извините отвлекся как и Калин как Железов Сергея забивать ими гвозди вот то есть один на кране работает другой сторожит этот самый чтобы заработать на жизнь сторожит по ночам военкомат вот это есть но вот однажды Калин привез вас Ирина Санна ко мне я считаю это не случайно а я вас повел а чем было задавайте вы рано приехали только одна войлочная вишня то и была созревшая это июль месяц даже абрикос еще не созрели я вам сказал вот вы подошли видите вот это войлочная вишня с кислинкой а вот это без а почему а ведь он или персик привит а вот так вот мы с вами и стали друзьями вот значит я оказался для вас полезен иначе мы потом на все оставшиеся ли по моему не это я показывал фотографию 6 января значит венесей мерите температуру красном хуторе делать было нечего вот и получается что возвращаемся к теме волочной вишни то посадите вы 5-10 штук они все будут разного вкуса вы понимаете что вы говорите я выписал волочную вишню наверное выписали косточки так может быть Сергей вам продал саженец а я продаю косточки и даже то что он продал саженец она все равно выращена из косточки и не привита все равно из косточки и надо посадить 5-10 штук потом довести до плодоношения а потом говорить а вот это вот мне нравится это с кислинкой это вот у человека значит пониженная кислотность а я вот у меня повышенная кислотность и мне надо чистить сладкую значит всю семью можно накормить у каждого все любимое дерево вот как я ответил это даже при том что даже одиночная у меня кладоносила но у меня только один пример это не статистика так слышно хорошо елена добрый день они бухтияров вот елена это церковь селен или это другая я даже до сих пор не знаю так леонид бухтияров всем привет с казахстана первая метель говорю его моего говорю от первой метели да у нас потепление правда среду дня у нас начнется вот взяли сказали завтра плюс 9 ну все надо ехать деревню надо это здорово рубить всем здравствуйте пишет алексей клепец из хабаровска приятно что хабаровск нас не забывает карьера добрый вечер башкирии башкирами мы давно уже дружим вот юрий железу кострома всем здравствуйте сергей селевушка а сергей нашелся я уже по вам скучать начал вот такого уровня садоводов у нас не так много не теряйтесь больше прошу вас илдус татарстан привет полете на добрый вечер курган татьяна федосеева здравия или вами ну-ка 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 здравствуйте валика всем привет из екатеринбурга у меня есть сорт абрикоса дальний восточный байкалов на канул каврикоса средний вичные по 30 грамм вкус нежный особенно мне нравится краснощеки из-за его вкус краснощеки это же не байкалов его вкус и лёжкость может лежать в 3 недели ну осталось допустим вы похвалили абрикоса дальний восточном я очень надеюсь что он настоящий почему такие случаи вы знаете сорта байкалов выдающийся и главное качество правильно пишите грамм они они это они 100 но и главное качество не в это даже не даже не вес плодов и крупность а именно морозостойкость культурные абрикосы я объявляю на весь мир культурные абрикосы на всей планете самый хуже самый морозостойкий скультурных на всей планете это абрикосы байкалова не железова даже не латинкова даже не 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 есть еще в европе несколько обрикосов вот байкалова понимаете пусть 30 грамм но они самым высокие в это кстати у вас уважаемые александр и крыма-то мисс не сахар и категор считается средний врал это тоже сибирь вот я очень надеюсь что если правда дали софи байкалова что его сохраните а когда-то когда наука проснется насчет копать глубоко перечерстят 200 или уже 300 моих вебинаров и каждый такой случай выявит это идет александра еремина вот как а даже так вот и вашей фамилии тут это еще не все фамилия обычно вот в смысле среднерусская фамилия а какой-то специальные комиссары которые будут заниматься настоящим садоводством то есть брать под опеку а перед этим по это самое на карандаш все что создано в россии а так они где-то в екатеринбурге дадут объявление вот заплатят всем телеканалам чтобы бегущей строке было написано вот мы ищем александр еремина у которого абрикос далее восточной байкалова мы предлагаем выкупить у него в виде косточек черенков прошу найтись вот и так по всей россии вот и очередь будет стоять и к алексейка и это самое господи галере галере латинковой будет очередь стоять и к этому макарову и очень будет стоять из ученых кто поближе вот в того же института брянского олегу олеговичу мезинову вот и так будет везде 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 вот когда это надо делать если мы не проведем инвентаризацию грош цена науки извините отстали тупиковым путем занимались но и должен прийти свежий человек который не отвечает за все это который скажет мы оставим еще одну треть ученых ну вот три раза им зарплату поднимем 3 если мы любители между делом там как я или там этих каждый по-своему латинков почетный металлур железа лучшийся этот самый изобретатель города норильска он на диплом вы понимаете что это что у нас есть права такие что мы действительно умеем делать то чего не умеет никто ну так сложилось извините уже нас еще сколько фамилий инвентаризация нужна пока еще мы живы ведь понимаете что как сейчас найти доступ сад этого года уникальнейший сад тишина вот елена гречихина добрый вечер снегирёв тверь доброго времени суток татьяна какое варенье из ореха вы вначале попробуйте наковырять сладжевского ореха столько чтобы варенье сварить это вам не грецкий вот и а так как все много не возьмешь есть как я живьем вот я каждый день колю колю на кухне стоит конечно мешает у меня нет лишней комнаты вот значит стоит чербан молоток и нож доковыривать острый нож вот их колю ем колю ем ну пока чувствую подъем может совпадение когда-то же даже кончится последствия коронавируса ведь дохлый же был как этот вы же видели меня на вебинарах так и получается до варенья да и не стоит наверно варенье надо ехать живьем 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 так валерий костянович пишет снегирёв прошу подсказать какие сорта ходят в сатиновый стиль слив а вообще те же вы знаете в это у меня сливы почти не осталось загадок помните было интересно ну не могу же опять надо опять не уникать но если у меня был сорт подозвоним загадка где же вам сейчас показать то это дамы господи фотографию было первых три плода а и главное я не стеснялся я продавал черенки я никому ничего не обещал как я писал слива загадка так скобках не плодоносила то есть зачем купил зато продал где-то был хрен знает до сих пор не плодность а веток много а вариантов то немного все таки у меня же это не могу я же не имеет не промышленный сад чтобы все иметь вот среди десять черенков с одной сливой еще и кончился слад другой 83 15 ну тотора помогал в этом году нет у меня нет ничего у него там оказалось жарче и засуха и ни черта не дали просто мне дали просто только молодежь все как-то легче получилось и вот получается так слива загадка была три плода но какой вкус а сорт и сейчас не знаю но и фотографии потом покажу если напомнить но какой вкус или действительно а так так отвечая на вопрос опять три сорта венгерка грация венгерка сейчас венгерка богатырская венгерка сорочинская сувенир востока этюд евразия 21 у меня памяти нет я 12 забываю сходу ну еще один-два ладно и вот ответ на мой вопрос что такое сорти не то что там непонятно что эти самые но перемешку знаете как я делаю у меня выписать допустим 10 черных сливов или 10 это уже один это 200 рублей выписать и честно откровенно выписать 10 этих сувенир востока я называю королева сада еще 10 еще 2 а тогда я придумал а после сортина в 4 а говорю девочкам которые просуют значит так положите один-два этих один-два этих один-два этих а люди видят косики то разные и крупные без обмана понимаете вот я ответил на вопрос вся кухня настолько просто вот и все так федосеева письмо с каталогом получила и предложила группах присоединиться заказу тишина ой татьяна это не только ваше право у меня был крайний случай такой я тогда еще у меня стоили не 300 500 рублей диски и брали вот и брали даже тогда было 13 то есть со скидкой 5000 все брали было хотя и раньше деньги были другие но брали брали а вот такой случай одна дама написала 5000 диск ой набор мне 20 наборов мы тут всем клубом закупаем я честный человек я как это самое как та самая поняли да помните этот анекдот странная женщина я такой же странный я пишу в ответ она написала что она председатель клуба садоводов и они решили про меня там этом уже много легенд ходила 10 лет назад или 15 она пишет 20 комплектов я пишу уважаемые я бы я рад бы на вас заработать сразу 100000 рад бы но понимаете я честный порядочный человек вы купите один комплект за 5000 все статью стоит и 5 это тогда когда спрос был вот вы купите не на 100 тысяч 5000 пришлите купите один а потом спокойно размножите они размножаются по принципу две минуты три минуты или диск внутри клуба разложите нет мы решили это давайте ваши данные мы покупаем чего возиться мы покупаем на всех скидывается вот эти 100 тысяч до сих пор жду скорее всего эти 19 подруг послали подальше сказали пожили мы спокойно без железа и проживем кончится с тем что она даже для себя тот самый набор этих дисков не купила вот и все я к чему это говорю присоединиться к заказу тишина правильно вот группа много но они живут в другом мире что такое взять настоящий заказ настоящие эти а это не то чтобы зря деньги выбросить наоборот сады будут помните 17 деревьев пережили 40 градусов зимы четыре года вот это уже достижение а еще он не показал все у меня же копится это огромное количество фотографий называется в чужих садах вот слова чужие приду сама слуха и других садах и вдруг получается так что ведь тогда же придется работать не думает они я напишу в этот большинство из них так я напишу вон мне обещают там всего-то там уже по 150 рублей есть саженцы ну понятно что они жить не будут но зато дешево купил 10 штук потрать их полтора тысячи ну и выбросил то их не садами но чисто морально легче а вдруг не умрут вот риск а вдруг не помрут помните это долбаный этот самый а бекер или бекер это же ужас какой-то получается так что уважаемая татьяна каталог это только для вас а группа ваша в них никогда садов не будет вот это факт или у меня кости покупайте или сада нет я не имею ввиду что у сергея можно купить саженцы саженцы но на всю страну это даже по одной веточке на всю страну не получится а